МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот как раз последняя, это разработка разреза в Аскийском районе. Правительство республики, ответив на обращение населения, территорию, ну и опять-таки население отстояло в федерации. Расскажите, пожалуйста, какая работа предварительная была для этого проведена? Ну, надо как бы поставить точки над и, да, изначально. Мы должны понимать, что все недры, которые находятся в земле, это полномочия федерации, да, российской федерации, это их собственность. Они на своих площадках проводят торги, определяют, грубо говоря, кто это будет делать и так далее. Единственный нюанс, наверное, при разработке, при выдаче этих лицензий, субъект тоже участвует. Создается комиссия, и там представитель нашего субъекта должен быть обязательно. Вот раньше это был, ну, не буду говорить, какие года, но там был уровень прям начальника какого-то отдела. В последнее время мы уже туда ввели в эту комиссию уже министра природных ресурсов. На сегодняшний день, к сожалению, мы не владеем ситуацией, кто сейчас там в этой комиссии. Но мнение субъекта как бы тоже должно было учитываться. Верховный совет уже, наверное, на протяжении многих лет, вот реально уже лет пять, наверное, мы поднимали вопрос, чтобы все-таки присутствие субъекта было намного больше, чтобы действовало правило, наверное, двух ключей. Один ключ дает федерация, определяет конкурс победителя, второй учитывается мнение субъекта. Потому что мы все прекрасно понимаем, что, да, угольная промышленность, да, это не только, как бы, наверное, пополнение бюджета субъекта, да, не только рабочие места, но это, как правильно вы сказали, это экология. Это вывод из, наверное, земель сельхозного значения, очень больших территорий. Это взрывы, населенные пункты рядом. Это та пыль, которая при взрывах поднимается, потом оседает у нас, как бы, в том числе и в городе Абакане. И мы с своей стороны, как бы, всегда поддерживались того, чтобы, наверное, интересы людей были прежде всего. Никого не секрет, я вот на всех совещаниях, которые касаются, проводились в правительстве по поводу и величины взрывов, и совместно с федеральными структурами, я к угольщикам напрямую обращался таким предложением, чтобы разработать программу совместно с угольщиками, да, с коммерческими структурами и правительством республики, вплоть до того, чтобы те населенные пункты, которые вблизи разрезов, до переселения в какие-то другие территории. Ну, потому что я... Ну, и практика такая есть же в других регионах? В других территориях есть. У нас, к сожалению, этого нет, да. Я просто, ну, я бываю в этих деревнях, которые буквально там в 500 метрах от разрезов, там, и эти взрывы, я не знаю, как люди там живут. Я понимаю, тоже разрезы, они подписывают какие-то социальные обязательства, которые, я считаю, должны быть доступны для всех. Не только для того населенного пункта, где рядом разрез, где там угольщики, ну, как бы, дают такие небольшие финансовые помощи, там, на дорогу, устраивать людей на разрез, уголь бесплатно раздают. Именно только в этом населенном пункте. А от этого-то страдает вся республика. И поэтому эти соглашения должны быть, во-первых, доступны для всех жителей Хакасии, и, во-вторых, они должны быть, наверное, соизмеримы тому экологическому вреду, ну, вред, который наносит разрезы всей Хакасии. — Валерий Николаевич, мы маленько ушли от вопроса. Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать, вот на какой конкретный довод республики, да, правительство, в том числе и Верховный Совет же, как раз участвовал в этой работе, федерация отреагировала. Вот нет у нас теперь, да, риска того, что появится разрез еще один в Воскидском районе. Что подъяло на это? — Да, ну, по заявлению, наверное, заместителя главы, да, который сам лично приехал в Роснедр, доложил ситуацию у нас в республике, было принято решение отложить этот аукцион. Я, как бы, полностью считаю, что действия были правильные. И вот тот сход граждан, который прошел в Аскизе, да, хотя уже аукцион был отменен, но все равно мнение тех жителей, которые столкнулись с этой проблемой, я их уважаю и соглашаюсь полностью. Своей стороны мы, как бы, их полностью поддерживаем и считаем, что то решение, которое они приняли на сходе граждан, создать комиссию, зарегистрироваться в избирательной комиссии и провести реальный референдум по всей Хакасии. Нужны ли нам большие разрезы или нет? Высказаться, грубо говоря, от всех жителей Хакасии. Мы со стороны Верховного Совета, моего комитета, мы всегда выступали за то, чтобы, ну, действительно, как бы у нас маленькая территория, у нас и так очень много этих промышленностей, по большому счету. На сегодняшний день, если перевести, грубо говоря, территорию и промышленность соседних даже регионов, мы вторые, по-моему, в стране по добыче угля на такой маленькой территории. Это все равно хотим мы этого, не хотим, все равно сказывается на всех. И те экономические выгоды, так сказать, для бюджета Хакасии и тот экологический урон, который наносится, я считаю, они просто несоизмеримы. Валерий Николаевич, ну, вот вернемся к тому разрезу, которого у нас, слава богу, не будет, да, в Аскейском районе. Хочу я по этой теме еще продолжить поговорить. Какова вот дальнейшая судьба месторождения? Есть риск, что через 5, 10, 50 лет оно вновь на аукцион выйдет? Я думаю, риск такой есть. Я еще раз повторю, с чего я начал, потому что это все-таки собственность не субъекта федерации. Поэтому, может быть, через 50 лет к этому вопросу вернуться, но, я вам хочу сказать, шансов на это очень мало. Потому что весь цивилизованный, наверное, Запад, вся Европа практически отказывается от угля. Все переходят на альтернативные источники и тепла, и энергии, и так далее. Я надеюсь, что через 50 лет, даже, может быть, раньше, все-таки Россия тоже к этому придет. И уголь, ну, как сам элемент будет не нужен. Валерий Николаевич, если вот, ну, возьмем условно такую ситуацию, вдруг, да, вот, ну, это в Хакасии, не в Хакасии, появится еще один участок, где можно будет вести разработки. Вот, есть возможность защитить этот участок каким-то образом на законных основаниях. Ну, вот, сейчас получилось, да, у нас, так, Хакасия, я думаю, что это прецедент в стране. Это реально прецедент в стране, да, такого до этого не было. Такого до этого не было. Вы знаете, вот... Вот, в законе есть какая-то строка, которая позволяет, скажем так, уходить от этой работы? На уровне федерации, федерального закона, к сожалению, мы там практически никак не участвуем. Вот, последнее совещание, которое мы тоже проводили, в том числе и с Министерством онкологии, поставили задачу, наверное, перед собой все-таки какие-то изменения в федеральный закон нести, чтобы субъект так можно больше участвовал в распределении вот этого федерального имущества, в том числе выделение лицензии на золото. На сегодняшний день, к сожалению, на разведку золота лицензия стоит, ну, не буду говорить сколько, но очень маленькие деньги. И пользуясь этим, вот этой, наверное, брешью, да, многие просто берут лицензию на разведку, заезжают на наши речки, да, бьют дороги, начинают какое-то добычу золота, да, это тоже, к сожалению, приводит... Это и реки? Да, к катастрофическим последствиям, по большому счету. Это вот тоже такое большое направление, которое, ну, тоже вот мы сейчас совместно пытаемся понять, какие изменения в федеральный закон можно внести. Это будут наши парламентарии, республиканские, которые именно будут выступать с такой законодательной инициативой. С законодательной инициативой, да, да. Такие совещания проводятся, и такие инициативы, ну, я надеюсь, все-таки в ближайшее время вместе, как бы, многие субъекты, на самом деле, поддержат нас, потому что это проблема не только Хакасии. Я знаю, что вы общаетесь, ну, очень активно с своими коллегами из других регионов. Кто еще сталкивается с такими вопросами? Вот что сможет... Красноярский край, Кемерово, Иркутская область, многие регионы, особенно Сибирь, очень плотно с этим сталкиваются, Дальний Восток в том числе. Вы уже упомянули, что вы не просто работаете с обращениями граждан, да, по вопросам экологии, но и сами непосредственно на эти территории выезжаете, смотрите, насколько эти обращения реальны. Каким образом эта работа вообще строится? Вот для того, чтобы наши телезрители сейчас понимали, вдруг у кого-то возник вопрос по ходу нашей беседы, кто-то столкнулся с проблемой, которая сам, к сожалению, справиться не может. Может он выйти на комитет Верховного Совета? На комитет, конечно, он может выйти через социальные сети, Инстаграм, там одноклассники, разницы нет. В принципе, есть везде, но надо понимать, мы в первую очередь законодательная власть, а не исполнительная. И подменять работу за исполнительной властью нам как бы не сильно хочется, потому что люди получают зарплату за свою работу и должны нести ответственность. Ну и инструментов нет, да? Ну инструментов, где-то может быть нет инструментов, где-то нет желания, где-то нет, может быть, элементарного какого-то возможности, какой-то финансовой возможности. Вот прошлый год, вот по отчету нашего правительства, Министерство природных ресурсов профинансировалось практически на 100%, что это было за последнее время, наверное, первый раз. Вы в курсе, что была приобретена лаборатория, впервые за много лет, про которую говорили там тоже 10 лет назад. Вот как я стал депутатом, уже начали говорить про эту лабораторию, только в прошлом году ее приобрели. На сегодняшний день, я знаю точно, она уже работает в тестовом режиме. Сводный том ПТД разрабатывается, вот-вот тоже должен быть уже на выходе, что позволит Хакасии объявлять режим черного неба, да? И при этом режиме все предприятия, которые являются загрязнителями, обязаны просто в разы снизить свои выбросы. Очень хорошая инициатива тоже была совместно с Министерством природных ресурсов. Мы разработали соглашение с муниципалитетами. И первое, это предложение было еще зимой, на Совете муниципальных образований озвучено, что муниципалитеты на уровне городов и районов, подписывая соглашение с Министерством природных ресурсов, имея в штате своих экологов, могут сами выявлять очаги загрязнения, и санкционированные свалки, ну и так далее. И это просто информировать, да, министерство. Министерство будет реагировать, оформлять административную ответственность нарушителей. Этот административный штраф будет идти полностью в бюджет не республики, а в бюджет муниципалитета. Помимо того, что административный штраф будет идти в бюджет, тот экологический ущерб, который данный нарушитель потом будет выплативать в течение года, он тоже будет делиться пополам, даже не пополам, 60% будет идти в бюджет муниципалитета, и только 40% в республику. Поэтому инициатива хорошая, но, к сожалению, что-то муниципалитеты сильно на это не реагируют. В вопросах экологии в республике очень много в последнее время инициатив, в том числе и мы стараемся уйти от печного отопления, да, вот расскажите, Верховный Совет, как в этой работе принял участие, и каким результатом? Да, это прям, я считаю, что это самая больная боль. На сегодняшний день я лично встречался с представителями, теми, кто занимается газофикацией. Это не значит, что к нам в Хакасию привезут трубу, да. Это значит, что есть другие варианты именно отопления, без печного отопления. Это установка даже групповых газгольдеров в частном секторе. И поговорили с этой компанией, что у них буквально на днях будет совещание. И они, наверное, предложат, как инвесторы застройщикам, вместе с ними поучаствовать в застройке новых территорий. Посмотреть тоже, как пилотный проект, как это будет выглядеть. Я думаю, интересная инициатива. Надеюсь, за лето она осуществится. Мы просто, ну, оглядно посмотрим, как это работает, сколько это стоит. Потому что в Красноярском крае, насколько я знаю, газ включен как коммунальная услуга, что позволяет именно правительству компенсировать стоимость газа. И поэтому в пересчете тот же самый уголь, электричество, получается и тепло, и вода намного дешевле погоду. Также наши коллеги довели информацию, что Красноярский край тоже этим очень сильно озабочен, в том числе Минусинск, да, город. У них тоже проблемы такие. Да, и разрабатываются даже, наверное, пилотные тоже проекты по строительству, наверное, станции по разжижению газа. Покупать природный газ, он очень дешевый, железным транспортом довозить до станции, разжижение газа, разжижать, и уже, ну, более дешевым газом топиться. Я думаю, идея очень хорошая, я считаю, что она такая, имеет право на жизнь. Красноярский край уже по этому пути пошел, и вот мы сейчас просто поизучаем этот вопрос более глубоко. И также выйдем на правительство с этой инициативой, чтобы наше правительство подхватило эту идею и воплотило жизнь, попробовало. Уже на примере соседей. Валерий Николаевич, за столь хорошие... Параллельно с соседями. За столь хорошие идеи вам большое спасибо, как и за то, что нашли время и сегодня пришли, поучаствовали в нашей программе. Очень рассчитываю, что через некоторое время мы встретимся и уже поговорим о результатах этих инициатив. Еще маленько хотел добавить. Да, пожалуйста. Я считаю, ну, я лично считаю, что все-таки экология, это такое большое слово, но оно начинается действительно с малого. Я бы хотел, наверное, призвать наших телезрителей обратить на то, на мелочь, вроде бы на мелочь. Это раздельный сбор мусора. Это тоже проблема. И вот начать с маленького, ну, например, обучить своих детей отдельно выбрасывать там пластик, алюминий и просто отдельный мусор. Идея хорошая, и вот надо ее реально воплощать. Потому что в Абакане эта возможность уже есть, уже стоят отдельные баки. От каждого от нас, на самом деле, зависит экология всей республики из этих мелочей. Будем рассчитывать, что сегодня нас с вами услышат, самое главное, прислушаются. Еще раз спасибо, всего доброго, до скорой встречи. Вам спасибо. До свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин